Добрый день! Под каждым видео на нашем канале есть не по одному комментарию, в которых зрители пишут, что административный регламент МВД не имеет никакого отношения к водителям и они не обязаны выполнять его. Следовательно, они могут не выходить из машины по требованию ДПС, не предъявлять им аптечку, огнетушитель и игнорировать требования сотрудника ДПС, основанные на административном регламенте. Есть просьба, если это видео вам понравится, то поставьте, пожалуйста, лайк, а если оно вам не понравится, то поставьте дизлайк и напишите в комментарии, что вам не понравилось. Давайте разберемся раз и навсегда в этом вопросе. Указом президента РФ о системе и структуре федеральных органов исполнительной власти определено, что в систему федеральных органов исполнительной власти входят федеральные министерства, федеральные службы и федеральные агентства. Пунктом третьем данного указа установлено, что федеральное министерство является федеральным органом и исполнителем власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в установленной сфере деятельности. Открываем положение о Министерстве внутренних дел и видим там точно такие же полномочия. Далее мы открываем постановление правительства номер 1009 об утверждении правил подготовки нормативных правовых актов федеральных органов и исполнителем власти и их государственной регистрации. И видим, что нормативные правовые акты издаются федеральными органами исполнительной власти в виде постановлений, приказов, правил, инструкций и положений. Теперь мы знаем, что министерства имеют право издавать нормативные правовые акты в виде приказов. Открываем административный регламент и видим, что он утвержден приказом МВД. Значит, имеет юридическую силу и обязательен для исполнения. Во втором пункте административного регламента предусмотрено, что он устанавливает сроки и последовательность осуществления административных процедур МВД, его территориальных органов и уполномоченных должностных лиц при осуществлении государственной функции. Про какую-то обязательность для водителя в административном регламенте нет ни слова. Значит, водители не обязаны его выполнять, ведь они не сотрудники МВД. Данную позицию поддерживают также суды. Вот, например, выдержка из решения суда. Ссылка на данное решение есть в описании к видео. Данный административный регламент регламентирует действия сотрудников полиции, а не водителей и иных участников дорожного движения, как ошибочно полагает заявитель жалобы. Но возникает вопрос, обязаны ли мы выполнять указания сотрудника ДПС, основанные на административном регламенте. Да, обязаны. Как мы помним, водитель обязан выполнять законные требования сотрудника ДПС. В КОАП РФ даже есть статья под это дело, чтобы наказать водителя в случае неподчинения. Что значит законные, то есть основанные на нормах Конституции, федеральных законов и принятых на их основании подзаконных нормативных актах? Мы знаем, что административный регламент принят приказом МВД. Следовательно, если сотрудник ДПС попросит вас вдыхнуть, открыть багажник без составления акта досмотра, перестать снимать его действия на камеру, то можете смело ему отказать, так как его действия незаконны. Почему незаконны? Да так как ни в одном нормативном акте вы не увидите, что сотрудник ДПС имеет право потребовать водителя дыхнуть. Они должны четко следовать букве закона. А вот если предъявляемые требования сотрудникам ДПС прописаны в административном регламенте, то водитель обязан выполнять такие требования сотрудника ДПС, так как они являются законными. Если это видео было вам полезно, то ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал, мы еще выпустим много аналогичных видео.